Всем привет! С вами Дмитрий Солодин. Вы находитесь на канале, который посвящен инвестициям, трейдингу и моей жизни в Андорре. И сегодня я расскажу про два очередных IPO, на которые можно заработать. Расскажу, что случилось с предыдущим моим вложением IPO. Итак, погнали! Итак, по сути, сегодня мы рассмотрим две компании из сектора Digital Health или цифровое здоровье. Я расскажу некоторые тенденции в данном секторе. Ну и далее я рассмотрю обе эти компании, которые выходят на IPO, стоит ли в них вкладывать и какой тактике придерживаться, если вы все-таки решили это сделать. Итак, погнали! Итак, сектор Digital Health или цифровое здоровье относится к разделу здравоохранения. Сам по себе рынок здравоохранения продолжает расти и, по мнению аналитиков, в 21 веке он может выйти на первое место по капитализации. Сейчас этот сектор является третьим после технологического и финансовых секторов. То есть, в целом, уже сейчас имеет смысл искать интересные идеи в этом разделе. Ну а так как обе компании, которые выходят на IPO, относятся все-таки к сектору Digital Health, мы сегодня рассмотрим ближе вот этот вот подсектор. И первое, на что стоит обратить внимание, тенденции. Давайте посмотрим на тенденции. Мы видим, что растет такой показатель, как Wearable Technology. То есть, технологии, которые носят на себе. Это умные часы или умные гаджеты, которые помогают людям сохранять свое здоровье. Мы видим, что вовлеченность в данной технологии была 9% в 2014 году и в 2018 году уже 33%. И это тренд восходящий. Также мы видим рост уровня использования мобильных приложений. В 2014 году это было 16% и в 2018 году уже 48%. То есть, люди привыкают пользоваться технологиями, которые разрабатываются и внедряются в секторе Digital Health. И вовлеченность населения в этот процесс увеличивается. Причем, обратите внимание, что почти по всем параметрам мы видим увеличение использования технологий, которые отслеживают здоровье пациентов или помогают его сохранить, если сравнить 2016 и 2018 года. Единственное снижение было использование веб-сайтов. Мы видим, что веб-сайты теряют свою долю, а мобильные приложения наоборот увеличивают. Ну и, соответственно, лояльность таких пациентов, она растет. Мы видим, что люди уже готовы использовать вот такие носимые устройства для измерения глюкозы в крови, сердцебиения, физической активности, своего сна и так далее. Ну что уж греха таить, даже я купил себе специальные часы, которые отслеживают мой сон, мое сердцебиение. Все это собирается в очень удобный отчет и, в принципе, это полезно. Например, я увлекаюсь баскетболом и в случае, если моя нагрузка увеличивается сверх нормы, я поставил ограничение 160 ударов в минуту. Соответственно, мне часы начинают вибрировать и говорят, чувак, давай останавливайся, давай немножко притормози. И таким образом я контролирую свое сердцебиение и свою перегрузку потенциальную. Что же касается пациентов с диабетом или какими-то более серьезными даже заболеваниями, то им просто необходимо постоянное наблюдение, постоянное отслеживание здоровья. Причем, скорее всего, с учетом огромного объема информации от таких пациентов, технологии будут развиваться по пути внедрения искусственного интеллекта. Только искусственный интеллект может быстро связать всю эту информацию и выдать правильный результат. Да, конечно, это может сделать медик, но медиков не хватит просто на такое количество пациентов. Я сейчас говорю именно о реал-тайм-отслеживании и постоянном уходе за такими больными. Ну и посмотрите на данную статистику. Действительно увеличивается количество людей, которые предпочитают именно такую виртуальную заботу. Сервисы, которые виртуально заботятся о них, потому что это более уникальный индивидуальный подход за счет применения высоких технологий и искусственного интеллекта. Это постоянная забота, это не надо стоять в очереди, это не надо ждать, пока доктор тебе ответит и так далее. У тебя постоянное наблюдение за тобой. И роботизированные системы дают тебе в реальном времени нужные сигналы, нужные рекомендации, что нужно сделать, чтобы решить те или иные проблемы, связанные со здоровьем. Конечно, максимальную пользу такие технологии дают больным диабетикам, потому что им постоянно нужно напоминать, что им нужно колоть какие-то лекарства, что им не нужно есть сладкого, что им нужно определенную активную деятельность вести. То есть помощник виртуальный постоянно будет контролировать и постоянно будет напоминать об этом. Он контролирует твою глюкозу, он контролирует твое сердцебиение, давление и так далее. И исходя из этого, он вовремя даст тебе сигнал, что нужно делать. Такой сценарий работы максимально востребован. Ну и также интересным с точки зрения пациентов является сценарий обсуждения специфических проблем со здоровьем с доктором или другими работниками. 62% Что это значит? Это значит, что доктор, имея доступ к твоей дате, которая была собрана и уже проанализирована, он может максимально быстро, именно на холодную, да, то есть когда доктор не знает тебя лично, он не ведет твой профайл никогда, но видит твои показатели, он сразу может тебе дать определенные рекомендации. Такие доктора, возможно, будут сидеть как вот в колл-центре и консультировать подобных клиентов в максимально большом охвате. Да, то есть это должна быть именно линия поддержки. Если это будет все внедрено в один удобный сервис, это, естественно, очень удобно для пациентов. Ну и, конечно, есть свои плюсы и минусы, свои преимущества и свои недостатки в двух этих направлениях. Виртуальная помощь и непосредственно прямая помощь. Но самое главное, виртуализация дает снижение сдержек. Естественно, когда один сервис охватывает большое количество пациентов, и они снижают тем самым нагрузку на непосредственно живой персонал, которому нужно платить деньги, который дорог, и при этом функция выполняется, то, наверное, такие сервисы полезны. Они будут внедряться в том числе и в больших корпорациях, которые занимаются здравоохранением. И, возможно, те стартапы и те компании, которые сейчас развивают направление Digital Health, будут в итоге поглощены крупными здравоохранительными компаниями, если они действительно полезны. Они будут куплены, скорее всего, за приличные деньги. Мы знаем об этом. Ну и вот здесь, в девятом блоке, мы видим основные причины, почему используется искусственный интеллект в цифровом здоровье. 47% ответили, что это доступность, где бы ты ни был, когда он не нужен. 36% это сохранение времени к походу к доктору. Действительно, вот представьте, в больших городах, чтобы сходить к доктору, это не только в России такие большие очереди и целые канители, это во всем мире так. Чтобы сходить к доктору, нужно записаться, нужно получить appointment, нужно подстроиться, нужно прийти туда, отсидеть в какую-то очередь небольшую или большую, зависит от городов, попасть на этот прием и только тогда получить эту помощь. Это очень долго. Здесь ты получаешь это мгновенно, и поэтому искусственный интеллект является привлекательным. Ну и 24% ответили, что при помощи этого можно получить наиболее релевантную информацию по твоему заболеванию. Кто ответил нет? Кто ответил, что не нужно использовать такие технологии? 29% они любят посещать докторов, то есть они не любят такие вот виртуальные штуки. 26% не понимают, как это использовать, не понимают достаточной информации про это. Просто им нужно время, чтобы они привыкли к этому, да, или чтобы им кто-то объяснил, как этим пользоваться. Ну и 23% не любят просто делиться своей информацией с кем-либо. Они понимают, что данные сохраняются, данные анализируются, возможно, даже делятся с другими компаниями. Также важный запрос клиентов – это получить так называемый emergency advice, то есть очень срочный совет. Например, у тебя начинается инфаркт или инсульт, у тебя нет времени, чтобы дождаться скорую или какого-то приезда доктора, тебе нужен совет прямо сейчас. И тогда такие системы могут тебе, во-первых, сигнализировать, что у тебя начались признаки инсульта или инфаркта, что нужно делать при этом, какие таблетки пить или какие-то процедуры сделать. То есть тебе виртуальный помощник прямо последовательно, пункт за пунктом объясняет, что это делать. Иногда это может спасти жизнь. Многим людям, которые умерли вот в такой ситуации, наверное, не хватило того самого простого совета, что нужно сделать. Там лечь на спину, попить водички, я не знаю, что там. Я, конечно, не медик, я не знаю, какие советы в данной ситуации могут помочь, а вот виртуальный помощник, то есть нейросеть, которая имеет базу, целую огромную базу информации, она может это сделать, она может распознать и может дать совет. Это очень круто, это очень полезно, и люди в любом случае начнут этим пользоваться, потому что это им может спасти жизнь. И стоит это недорого. Ну, что касается использования искусственного интеллекта в Digital Health, вот на этом инфографике вы видите, что идет такой экспоненциальный рост использования этой технологии. Действительно, без этого никуда не получится создать такой сервис, если вы не используете искусственный интеллект. Получается, имеет смысл искать компании, которые вы потенциально хотите вложиться сейчас из этого сектора. Эти компании должны делать ставку на использование искусственного интеллекта в своей разработке. Это очень важно. Ну, давайте рассмотрим первую компанию из нашего сегодняшнего короткого списка. Это компания Livongo Health. Это еще один биотех, который выходит на IPO. Заявки на участие в данном IPO нужно подать до 23 июля. В конце ролика я еще дам информацию, где это можно сделать. В общем, немножко о компании. Livongo Health дает людям с хроническими заболеваниями возможность жить лучше и вести более здоровую жизнь. Они как раз разработали тот самый сервис, о котором я сейчас рассказывал, который включает все то, что является главными трендами в Digital Health. Они делают ставку на искусственный интеллект. Они дают специальное устройство, которое измеряет кровь. То есть, для диабетиков это незаменимая штука. Эти тесты сразу собираются в облако и анализируются искусственным интеллектом. И в итоге искусственный помощник может выдавать аналитику, выдавать советы. А также там присутствует тот самый коуч. Там есть обучение, советы. Там же есть прямая линия непосредственно с живым доктором. В общем, это сервис, который вобрал в себя все тренды Digital Health. Эта компания выходит на IPO. Многие об этом компании говорят, поэтому я решил сделать ролик на эту тему. Все вы помните, что я слежу за темой развития шестого техноуклада. Естественно, Digital Health является одним из его направлений. Итак, компания создала универсированную платформу и портативное устройство, которое облегчает повседневную жизнь пациентам с хроническими заболеваниями. В настоящее время компания предлагает решения для людей с диабетом и гипертонией. Также для контроля веса и решения для мониторинга психического здоровья MyStretch. Возможно, в будущем она добавит какие-то новые направления, но сейчас она сосредоточилась именно на этих направлениях и, в принципе, преуспевает в этом. Давайте посмотрим на ее параметры. Как всегда, все данные, всю информацию, все новости по этой компании вы можете найти в форме S1, которые компания обязана просто размещать. Они находятся на сайте комиссии по ценным бумагам, SEC. На обе компании формы S1 я прикрепил в описании данного видео, можете посмотреть. Здесь агрегирована вся-вся вообще информация, которая известна и которую нужно знать перед тем, как вкладывать свои деньги в данную бумагу. Итак, будущий тикер данной компании LVGO. После размещения именно эти символы должны вбивать в системы технического анализа, чтобы получить график и посмотреть, как идут торги по этой бумаге. Андерайтерами данного IPO являются Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan Chase. Уважаемые ребята, и, скорее всего, они, как и в предыдущем IPO, захотят заработать на этой идее. И я лично ожидаю роста котировок после открытия. Возможно, гэп составит более 50%. Выручка компании за последние 12 месяцев составила 88 миллионов долларов. При этом компания демонстрирует большие темпы роста. Мы видим, что квартальный рост выручки год в году составляет около 157%. В общем, это быстро растущая с точки зрения выручки компания. Но сразу могу вас предупредить, что она убыточна. Она пока не вышла на прибыльность. В принципе, это не новость. Предыдущее IPO, в котором я участвовал, это был Adoptive Biotechnologies. Она тоже была убыточной, и при этом это не помешало ей вырасти на 90% и более на открытии. То есть, в данном случае надо смотреть, чем занимается компания, кто ее может потенциально поглотить, нужна ли она обществу и так далее. А вот об этом может сказать следующие факты. Во-первых, контроль и лечение диабета является серьезной проблемой. Только в США более 30 миллионов человек живут с данным хроническим заболеванием. Все мы знаем, как любят американцы сахар. И, соответственно, диабет всегда ходит рядом с сахаром, где люди употребляют много сахара. В общем, эта проблема вряд ли исчезнет так быстро, потому что привычки потребительские, они сохранились. Стоимость различных услуг для пациентов с диабетом для системы здравоохранения США, включая прямые расходы для работодателей, превысила 237 миллиардов в 2017 году. Ну и, соответственно, со слов самой компании, текущий размер рынка для продуктов Ливонга в США составляет примерно 12,5 миллиардов долларов. В марте 2019 года у компании было 679 корпоративных клиентов и более 164 тысяч клиентов с заболеваниями диабета. А в июне 2019 года у компании уже было 720 корпоративных клиентов и более 192 тысяч пациентов с диабетом, активно использующих устройства платформы Ливонга. То есть рост интереса к этой платформе очень высокий. Текущий IPO только добавит этого интереса. Многие узнают об этой компании, наверняка многие до этого даже не знали о ней. И количество использующих данную систему наверняка вырастет. Ну что касается перспективы, Ливонга провела последний инвестиционный раунд в апреле 2018 года и привлекла 105 миллионов долларов. В ходе IPO Ливонга собирается привлечь еще 246 миллионов долларов. Диапазон цен составляет примерно 20-23 доллара, что эквивалентно стоимости акционерного капитала в 2 миллиарда долларов. В общем, пока все идет по плану. Скорее всего, андерайтеры будут зарабатывать на этой идее и открытие будет высоким. Какие основные риски? Компания является убыточной и, возможно, не сможет достичь или сохранить прибыльности в будущем, что может привести к снижению цены акций. Ну и вторым главным риском является то, что рынок решения Ливонга является новым, быстро развивающимся и все более конкурентным. Что может здесь произойти? Ну, например, какие-то крупные игроки, такие как Facebook или Apple, выйдут вдруг на этот рынок. И тогда, с учетом того, что вовлеченность населения в их бренды выше, они, скорее всего, будут предпочитать их решение. То есть вот такое может произойти. Но, опять-таки, с высокой долей вероятности, для того, чтобы выйти на этот рынок к тому же Facebook или к тому же Apple, наверное, придется купить компанию, похожую на Ливонга, или саму Ливонга, чтобы получить компетенции, чтобы получить уже какие-то стартовые вещи, чтобы дальше идти масштабировать. Без этого, наверное, вряд ли обойдется, потому что если все это разрабатывать с нуля, всю эту процедуру, все эти системы, уйдет очень много времени и, наверное, очень много денег. Ну, если вы не знаете, как инвестировать в данное IPO, можно, в принципе, воспользоваться услугами компании United Traders. Ссылку на данное IPO я оставлю в описании. Они собирают заявки до 23 июля 11 часов. Минимальная сумма инвестирования от 50 долларов. И срок удержания, так называемый холдинг период, то есть срок, когда вы не сможете продать своей бумаге полученной IPO, составляет 90 дней. Обязательно посмотрите финансовые условия участия в данном IPO через эту компанию. Ну и вторая компания, которую мы сегодня рассматриваем, это Health Catalyst. Это IT-платформа в сфере здравоохранения. Она тоже выходит на IPO. Заявки принимаются до 23 июля, так же, как и по компании LeVonga. Ну, давайте немножко расскажу про данную компанию. Health Catalyst является ведущим поставщиком технологий и услуг для обработки данных и аналитики для организации здравоохранения. Решение компании включает облачную платформу данных, аналитическое программное обеспечение и профессиональные услуги. То есть, это, по сути, инфраструктурный тоже проект, которым, возможно, будут пользоваться другие компании, другие компании из сектора здравоохранения или того же Digital Health. Получается, что компания вкладывает в обладание информацией и потом эту информацию будет монетизировать. Клиенты Health Catalyst, которые в основном являются медицинскими учреждениями, используют решения компании для управления данными и получают аналитическую информацию для управления своей организацией, что в конечном итоге значительно улучшает клиническую, финансовую и операционную деятельность. Давайте немножко про цифры. В 2018 году выручка компании составила 112 миллионов долларов и она увеличилась на 55% по сравнению с 2017 годом. Там она составляла около 73 миллионов долларов. Компания демонстрирует высокий коэффициент роста клиентской базы в долларном выражении. 108% в 2017 году и 107% в 2018 году. То есть, она каждый год удваивается в своей клиентской базе, что предполагает соответствующий рост выручки в ближайшие годы. По оценке самой компании, потенциальный рынок для своей платформы данных примерно 2 миллиарда долларов. Для сегмента аналитических приложений примерно 3 миллиарда долларов, а для сегмента профессиональных услуг около 3 миллиарда долларов, что составляет около 8 миллиардов долларов общего потенциала рынка. Согласно отчету MarketSendMarkets за 2019 год, мировой рынок аналитики данных в области здравоохранения был оценен в 14 миллиардов долларов. И, согласно прогнозам, достигнет 50 миллиардов долларов в 2024 году. То есть, через 5 лет с 14 миллиардов он вырастет до 50 миллиардов. Это быстро растущий рынок, и эта компания на нем оперирует. По большей части, Health Catalyst намеревается расширить свой рынок за счет предложения новых продуктов и международной экспансии. Для чего компания выходит на IPO? В ходе IPO компания хочет привлечь 138 миллионов долларов. При этом рыночная капитализация составит порядка 800 миллионов долларов. И, соответственно, цена за акцию будет где-то примерно в районе 23 долларов. Компания показывает уверенный темп роста выручки, демонстрирует здоровый балансовый отчет, увеличивает клиентскую базу, обеспечивает высокий уровень удержания текущих клиентов на высоком уровне и оперирует на быстро растущем перспективном рынке. В общем, эта идея вложения в IPO выглядит достаточно интересной. Но, конечно, нужно понимать риски. Давайте про них тоже поговорим. Компания является убыточной и, возможно, не сможет достичь или сохранить прибыльность в будущем. Ну, это, еще раз повторюсь, сущность всех IPO именно в здравоохранении, в биотехнологиях. Как правило, компании не выходят на IPO, если у них уже прибыль генерируется. Зачем им делиться своим капиталом, если можно расти как private company и потом продать себя очень дорого какому-то крупному конгломерату. Обычно IPO проводят для того, чтобы увеличить запас кэша, запас наличности для развития. Наверное, 90% от последних IPO – это были компании с убытками. Это не помешало им открываться с большим приростом. Некоторые были неудачные IPO. Имейте в виду, лучше контролировать риск, не вкладывать все в одну корзину. Вложите небольшие деньги в это предприятие, если вы уверены, что оно принесет вам прибыль. Ну и так же, как и Ливонга, компания сталкивается с высокой конкуренцией и может потерять долю рынка. Как я уже говорил, компания United Traders собирают заявки на участие в IPO до 23 июля. Также холдинг период 90 дней, минимальная сумма инвестирования 50 долларов. Если вы вдруг захотите участвовать в IPO через данную компанию, то все ссылки на эти сайты в описании. Вы можете ознакомиться с условиями размещения, ознакомиться с комиссиями, с условиями работы с данной компанией United Traders. Лично я инвестировал собственные деньги в предыдущие IPO, Adoptive Biotechnologies. Сейчас данная позиция в прибыли, более 90% плюсуют. И я также разместил заявки на участие в эти два IPO. Надеюсь, и в данных IPO тоже будет удача, и мы все сможем на этом заработать. Ну а на сегодня это все. С вами был Дмитрий Солодин. Подписывайтесь на канал, ставим лайк, делаем комментарии. Может быть, поделитесь этим видео с своими друзьями. Я буду очень рад, если вы будете помогать развитию данного канала. Увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!